Новогодние праздники закончились, а на улицах Петербурга огромное количество Дедов Морозов и Снегурочек. Виной тому старо-новогодний велозаезд. Это традиционный старо-новогодний велопарад. Большой историй, уже 11-й проводится с 2013 года. Около 6-7 километров, небольшой, справятся все. Едем по правилам дорожного движения. Если нужно объехать какую-то припаркованную машину, нужно заранее перестроиться, вытянуть руки, ну то есть показывать свои маневры, внимательность, вежливость и предсказуемость. Известный петербургский изобретатель Игорь Баронос представил свой новый велосипед. Это обычный стандартный велосипед, немножко доработанный. К передней вилке прикреплен отвал виталлический. Если какой-то снег появится, его сгребем в сторону. Как подготовить велосипед к зимней поездке? Я рекомендую в первую очередь крылья. И велосипед чистый, и ноги в принципе чистые. Можно ездить на любой резине, даже на сликах, это лысая резина. Потому что, например, когда выпадает свежий снег, по нему трудно ехать на широкой резине. Для меня велосезон никогда не заканчивается. Я люблю велосипед, я этим живу. И мне в кайф любую погоду. Дождь, снег, там, минус 30. Первый раз принимаю участие. Благо, никуда не заживало. Мой халат, все в порядке, я не упал. Несмотря на морозную погоду, более 50 человек собрались на велозаезд. И главное, все они очень творчески подошли к задаче. Код дракона не обошелся без главного символа и на велозаезде. Здравствуйте, товарищ дракон. Здравствуйте. Мы ехали издалека, с просвещения, это около 20 километров. Нам сигналили машины, мы видели много детей. Все милые улыбаются, заряжаются энергией. И мы также от них заряжаемся такой же энергией. Велосипед не только самый здоровый и экологичный вид транспорта, но еще он буквально объединяет. Некоторые сегодня приняли участие вместе со своими питомцами.